Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней лекции – конструкторы и деструкторы. План лекции. Первый вопрос, который мы рассмотрим – понятие о конструкторе класса. Второй вопрос – способы построения конструкторов рассмотрим. И третий вопрос – деструкторы. Итак, первый вопрос – понятие о конструкторе класса. Конструктор – это специальный метод, компонентная функция класса, предназначенная для инициализации полей объектов класса. При уничтожении объекта, так же как и при создании, автоматически вызывается специальный метод, который называется деструктор. Конструктор и деструктор вызываются автоматически, соответственно, при создании и уничтожении объектов класса. Формат определения конструктора следующий Задается имя конструктора Затем в круглых скобках дается список формальных параметров с указанием типов И затем следуют операторы тела конструктора В качестве примера рассмотрим конструктор комплекс Имя конструктора комплекс Параметры x и y Они имеют тип double И тело конструктора В теле конструктора инициализируются поля x и y Мы с вами на первой лекции рассматривали класс комплекс И для того, чтобы инициализировать поля, мы использовали функцию set Тогда мы о конструкторах не знали Теперь мы функцию set использовать не будем Мы будем использовать конструктор Значит, поле ре мы зададим значение x Поле им мы зададим значение y Это будет конструктор класса комплекс Конструктор обладает следующими свойствами Имя конструктора совпадает с именем класса То есть вот здесь конструктор будет комплекс Не set, не еще как-то А и будет имя комплекс Потому что у нас класс будет комплекс Для конструктора не указывается тип возвращаемого значения Вы, как видите, перед комплексом нет типа Не указан тип Потому что это конструктор Он не указывается тип возвращаемого значения Конструктор не может возвращать значение Конструктор не наследуется И конструктор не может быть объявлен как constant, как постоянная функция как virtual функция и как static функция. Теперь рассмотрим способы построения конструкторов. Значит, первый способ – это использование конструкторов без параметра. Второй способ построения – это использование конструкторов с параметрами. Третий способ – это конструкторы по умолчанию. И четвертый способ – это конструктор копирования. Давайте рассмотрим первый способ – Использование конструкторов без параметра. Когда используется конструктор без параметров, инициализирующее значение будет задано в теле функции конструктора. Вот на примере 3.1 давайте посмотрим. Здесь задан класс MyClass, да, и задана основная программа. В классе MyClass, как вы видите, есть конструктор MyClass. И у данного класса MyClass всего одно поле. И вот в теле функции, как вы видите, А равно единице. Значение поля будет равно единице. Поле инициализируется в теле класса. В теле функции MyClass. В теле класса. Вот такой конструктор будет называться конструктором без параметров. В главной части программы вы видите, что задан объект OB, типа MyClass, и используется метод ShowData. Метод ShowData выводит значение поля А. Если вы эту программу наберете и посмотрите, то вы получите значение А, равное единице. Потому что конструктор задал значение поля, равное единице. Вот это конструктор без параметра. Второй способ использования конструкторов с параметрами. Когда задается конструктор с параметрами, инициализирующие значения задается не в теле функции конструктора, а передается их в качестве параметра. Рассмотрим модифицированный пример. Конструктор 3, 2, тот же класс MyClass, но у него уже теперь два поля А и В, и конструктор. Конструктор инициализирует значение полей, используя параметры X и Y. И поле А примет значение параметра X, а поле В примет значение параметра Y. С таким видом конструкторов мы уже с вами встречались. Конструктор класса комплекс, который я приводила пример, он будет конструктором с параметрами. Здесь тоже для вывода используется функция ShowDart. Она выводит значение поля А, через пробел выводит значение поля В. В главной программе дан объект ОВ с параметрами 10 и 100. Значит, первое поле А примет значение параметра 1, 10, и второе поле В примет значение второго параметра 100. И функция ShowDart для объекта ОВ выведет значение этих полей. Значит, он выведет 100 и через 10, и через пробел выведет 100. Это конструктор с параметрами. Теперь рассмотрим конструкторы по умолчанию. Конструкторы по умолчанию, само слово говорит о том, что значение полей задается по умолчанию. Если, например, в классе одно поле, оно может быть задано по умолчанию. Если, например, в нем два поля или три поля, они будут заданы изначально и по умолчанию. Это хорошее... Вообще, конструкторы по умолчанию часто используются, потому что они дают возможность классу, программе не делать ошибки, потому что часто случается так, что неинициализированное поле используется в качестве аргументов каких-то выражений или других функций. Для того, чтобы такого не случилось, задается конструктор по умолчанию. Для каждого класса может существовать только один конструктор, имеющий умолчание. Рассмотрим пример. Вот здесь дан класс ССТР. В нем три поля. ССТР1 – это строковое поле. Он состоит из 40 символов. И поле... Два поля у них интовые – Х и У. Значит, здесь используется метод Принт для вывода содержимого этих полей. Для поля Х, для поля У и для поля ССТР1. Для поля ССТР1. И здесь используется конструктор по умолчанию. Вот конструктор, он совпадает с именем класса ССТР. Так, как вы видите. И здесь заданы три параметра. Три параметра. Это прототип конструктора, а вот сам конструктор. Это тоже... Вот сам конструктор описывается за пределами класса. С таким мы тоже еще не встречались. Этот новый прием для нас. Ну вот, познакомимся заодно с этим новым приемом. Сам конструктор. Давайте рассмотрим, что из себя представляет. Первое поле по умолчанию. Это будет... Внутри этого строки запишется строка по умолчанию. Поле Х будет равно 80. Поле У будет равно 90. Значит, полю ССТР1 присвоится значение вот этой строки, первых 40 символов этой строки. Если оно будет больше, тогда используется функция ССТРН копии. И здесь копируется в ССТР1 40 символов. Если там меньше, тогда копируется в ССТР1. Просто вот эта сама строка копироваться будет. Х будет принимать значение ВХ и У принимает значение ВУ. Теперь давайте рассмотрим главную программу. В главной программе у нас задан объект А. Задан. Он типа ССТР. Значит, и заданы объекты А1, А2 и А3. Значит, здесь сначала выводят Апринт. Потом выведут А1принт, А2принт и А3принт. Значит, здесь вот, когда выведется А, там все поля пойдут по умолчанию. Значит, вот здесь все поля будут по умолчанию. Значит, 80, 90 и строка по умолчанию пойдет. Здесь А1, здесь Х и У по умолчанию. То есть, строка примет не строка по умолчанию значение, а Х и У по умолчанию. У него пойдет Х, пойдет значение 80, мы потому что его не меняли. 90 пойдет 90. И СТР1 будет вот эта строка Х и У по умолчанию. Видите, Х и У по умолчанию. У А2, у него строка будет равна У по умолчанию. И здесь вместо Х задано значение 100. То есть, вместо вот этого 80 будет 100, а вместо строка по умолчанию будет У по умолчанию. И здесь что выведется? Здесь выведется Х100, У по умолчанию останется, и СТР1, У будет по умолчанию. И в СТР3, здесь строка будет, определяет все поля 200 и 150. У него все изменится, потому что три параметра, все они другие. Они пойдут не по умолчанию. Х будет 200, У будет 150, и СТР будет, определяет все поля. Конструктор по умолчанию позволяет какие-то параметры оставить по умолчанию, а какие-то заменить. Вот этим хорош конструктор по умолчанию. Результат работы конструктора по умолчанию вы увидели в этом примере. И четвертый тип конструктора – это конструктор копирования. Часто приходится, например, объекту задавать значение полей другого объекта. Часто мы так будем делать, и в этом случае будет использоваться копирующий конструктор. Вообще, копирующим конструктором называется конструктор, который в списке параметров содержит параметр типа определяемого класса. Формально он записывается вот так. Значит, класс 1, constant, класс 1, и здесь добавляется символ копирсанта. Вот рассмотрим пример с использованием конструктора копирования. Здесь задан тоже класс MyClass, он состоит из двух полей. Вот его конструктор с параметром. Значит, вот showData у него задана, вот сама программа. Задан объект OB, и выводится значение OB, showData. Вот значение. Здесь используется конструктор копирования, задается новый объект OB2, и он будет равен OB. И здесь используется копирующий конструктор. Затем OB2 выводится на печать. Как вы понимаете, значение полей OB и OB2 будут совпадать. Если здесь, например, заданное значение полей, они будут совпадать. Деструктор. Следующий вопрос – это деструктор. Деструктор – это специальный метод, компонентная функция класса, определяющая операцию, которую необходимо выполнить при уничтожении объекта. Это какие операции? Это освобождение памяти, выделенной под поля объекта данного класса конструктора. При уничтожении объекта деструктор вызывается автоматически. Имя деструктора по аналогии с именем конструктора совпадает с именем класса, но перед ним ставится символ тильда. Формат определения деструктора следующий – тильда, имя класса записывается, и затем идут операторы тела деструктора. В качестве деструктора, значит, здесь мы берем наш май-класс, как всегда, в нем одно поле, вот его конструктор, и вот здесь записан его деструктор. То есть здесь выведено слово деструктор для того, чтобы видеть, что этот деструктор сработал. Ну и еще дата, которая выводит значение полей. И вот главная функция май начинает работать, вот задается конструктор, он автоматически вызывается, потом задается копирующий конструктор, А2 принимает значение А1, потом А1 выводится, и Fn метод используется здесь. К значению поля прибавляется тройка. И используется, выводится значение А2. И когда программа заканчивается, когда программа деструктор вызывается автоматически по окончании работы программы. Вот результат работы программы вы видите на картинке. Значит, он выводит слово конструктор. Вот, сяло конструктор. Это говорит о том, что конструктор сработал. Потом выводится син. Вот, к параметру прибавляется тройка. И два раза срабатывает деструктор. То есть, здесь у нас два объекта, поэтому деструктор будет срабатывать два раза. Затем я вам дам вопрос. Я вам даю, предлагаю вопросы для самоконтроля. Нужно ответить на эти вопросы для себя, чтобы вы поняли. И в конце я задаю список литературы. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.